В студии с выпуском новостей Амир Кедрасов. Здравствуйте. Автомобильная пробка явления для Кумертау довольно редкое, но все же имеющее место. Затруднение, как правило, происходит на одном и том же участке под путепроводом. Именно его сегодня утром перекрыли в обоих направлениях. В причинах и последствиях разбирался Константин Меркушев. С самого утра началась работа на рельсовом пути. На замене железнодорожного пути задействованы порядка 30 рабочих. С подрельсного основания убирают деревянные шпалы. Вместо них укладывают железобетонные. На данном этапе происходит смена железнодорожного пути. Соответственно, с подрельсовым основанием, который до ремонта лежал на деревянном подрельсовом основании, выработавшим свой нормативный срок службы. Ну и, соответственно, экологически нецелесообразно использовать деревянные шпалы, так как они пропитаны криозотом, негативно влияют на экологию. И переукладка идет на железобетонные подрельсовы основания, которые намного надежнее, прочнее и долговечнее. На данном участке будут уложены рельсовые плети, которые укладываются без стыков. По словам начальника Стрельтамакской дистанции Александра Яшина, смена железнодорожного пути снизит шум от движения поездов. Соответственно, жителям города будет благоприятнее проживать в непосредственной близости от железнодорожного участка. Рабочие обещают завершить монтаж к концу ноября. Меняется полностью участок от города Кумертау до станции Ермолаево протяженностью 12,5 километров. На данный момент уже 6 километров пути уложены, остается положить столько же. Рабочие столкнулись и с недовольством автолюбителей. С утра дорога под путепроводом, соединяющая улицу Пушкина с Бабаевской, была перекрыта. Водителям приходилось стоять в пробке до 40 минут. Однако нашлись и понимающие автолюбители. Насправильно, что закрыли вождение, чтобы тут не ездили. Потому что может быть такая ситуация, что что-нибудь упадет и повредит автомобиль. А то, что они стоят, я думаю, это же не на весь день. Достаточно перекрыть всего одну транспортную артерию и происходит то, что происходит у меня сейчас за спиной. Напомню, подобный коллапс не первый, возможно, и не последний. Но радует, что сегодня уже дорога будет открыта. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Сегодня в Ермолаеве состоялось второе заседание муниципального района Куюргазинский район. Основной темой совещания стало назначение главы администрации. По результатам конкурса на замещение должности главы комиссии были определены три кандидата. Куюргазинский район является одним из ведущих экономически развитых в республике, как отметил председатель конкурсной комиссии от республики Марат Магадеев. Соответственно, возглавлять его огромная ответственность. Конкурсная комиссия была сформирована в количестве шести членов, назначенной главой республики Башкортостан и Советом района. По результатам конкурса на замещение должности главы администрации комиссия представила для назначения трех кандидатов. Лидирующие позиции в результате голосования занял Ахат Кутлахметов. Статьей 22 Устава муниципального района Кургазинский район Республики Башкортостан Совета муниципального района Кургазинский район Республики Башкортостан решил назначить Кутлахметова Ахата Евдадьевича на должность главы администрации муниципального района Кургазинский район Республики Башкортостан по контракту. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Против? Воздержались единогласно. Председатель комиссии поздравил Ахата Кутлахметова с назначением, выразив надежду на то, что главой администрации будут прилагаться все усилия для дальнейшего успешного развития всех сторон жизни района на благо его жителей. Мы считаем, что сегодня, конечно, состоялось правильное, взвешенное решение. У Ахата Евдадьевича достаточно большой жизненный профессиональный управленческий опыт. Знает республику, знает район, его проблемные вопросы. И как мы обменивались, и пути их решения. Конечно же, в первую очередь, разрешите Ахат Евдадьевич поздравить вас от имени главы республики Хамитова Ростон Закьевича, от себя лично от имени правительства с назначением на это ответственность должен глава администрации муниципального района Кургазинского района. Ахат Кутлахметов поблагодарил всех участников комиссии за оказанное доверие. Как действующий глава администрации 2001 года, он прекрасно оценивает потенциал района, знает его проблемы и видит пути их решения. Будущее нашего района есть, я об этом нисколько не сомневаюсь, поэтому нам необходима дружба, чтобы мы вместе шли по одному пути. И у нас поддержка составила руководство правительства, и руководство республики буквально 14 сентября он побывал в нашем районе. Конечно, уже мы и говорили, это наша боль, это закрытость передовольственного комбината. Но остальные предприятия сегодня работают, существуют, и стараются производить продукции сельского хозяйства и промышленности. Еще раз огромное спасибо. В 4 понедельник октября отмечается Международный день школьных библиотек. Что выбирают для чтения современные дети? Электронные книги или первоисточник в печатном виде? Конечно, преимущества у электронной книги очень много. Главное – возможность держать в миниатюрном и легком устройстве огромную библиотеку. Тем не менее, за последние годы роль печатных изданий не убавилась. Просмотр мультфильма или художественного фильма – это не просто время провождения. В школе номер 5 – это одна из форм урока литературы. Так, например, учащиеся 4 класса знакомятся с творчеством прозаика, драматурга и поэта Евгения Шварца. В октябре отмечается 120-летие русского писателя. Вот такие уроки, где дети знакомятся с книгами писателей, слушают их аудиоверсии или же смотрят фильмы, снятые по тем или иным произведениям, проходят часто. И в этом большую помощь оказывает школьная библиотека. Она работает со дня основания учебного заведения. За это время изменилось многое. Появился и компьютерный уголок, медиатека, есть мини-кинозал. Серьезно обновился и книжный фонд. Общий фонд нашей библиотеки составляет 28 тысяч экземпляров. Из них 18 тысяч приходится на учебную литературу. Библиотека наша никогда не пустует. Ребята сюда ходят с удовольствием. По словам учащихся, приходить в библиотеку стало приятнее созданием здесь комфортных условий. Здесь сделали ремонт, очень хороший. Появились телевизоры, компьютеры. Много стеллажей с книгами появилось. Стало, наверное, чаще ходить детей сюда, читать книги. Кстати, благодаря установке системы Аверс библиотека работа автоматизирована. Теперь формуляры и картотеки вмещаются в одном компьютере. Библиотекарь видит, у кого находится книга, сколько времени и посещаемость читателей. Так самым читающим классом признан второй В. В классе 30 ребятишек. И каждому из них нужно побывать в школьной библиотеке хотя бы один раз в неделю. Для того, чтобы выполнить домашние задания. В таком направлении ведет работу учитель начальных классов Елена Кальянова. Это влияет на успеваемость детей в учебе, говорит она. Ну а самую читающую ученицей школы признана Анастасия Шевченко. Четвертый В класс. Я люблю читать рассказы о школе. Например, как Драгунский. Потому что дети все время играют между собой. Впрочем, как оказалось, читать любят и ее одноклассники. Многие увлеклись в чтении после первой интересной книги. В первый раз я пришла в библиотеку во втором классе. И мне пригляделась книга «Подвиг Ленинграда». Я ее прочитал. Книга мне очень понравилась. После того, как я принес ее обратно, я взял книгу «Военные рассказы». Я читала «Приключения волшебного изумрудного города», «Приключения электроника». Я много читаю. Я часто сюда прихожу. А вообще, какие книги любишь читать? Я люблю читать рассказы в стихотворной форме. Фантастику люблю читать. Все, чтобы захватывало. Мне вот это все нравится. Большую помощь оказывает библиотека и старшеклассникам в подготовке к экзаменам. У меня выпускной класс. И мы готовимся к сочинению рассуждений по литературе. И сдаем экзамен прямо вот буквально скоро. Скоро 7 декабря. И, конечно, ученикам надо прочитать немало книг, перечитать. И прочитать новые книги. В этом, конечно, интернет является помощником. Но вот электронные книги, они воспринимаются совершенно на другом уровне. То есть нельзя потрогать книгу, полистать страницы, почувствовать запах, соприкоснуться с переплетом книг. И на уроках, вот в старших классах в особенности, да и в среднем звене тоже, мы предпочитаем работу именно с печатными изданиями. Учащиеся также предпочитают для чтения печатной версии книг. В библиотеке очень много произведений, которые помогут при сдаче ЕГЭ в следующем году. Но я больше предпочитаю печатные издания, потому что, как бы, когда ты читаешь книгу, ты бы, как бы, общаешься с автором. И можно делать какие-то в книге пометки, вернуться назад, прочитать что-то заново, подумать о чём-то. Я люблю всё-таки читать больше классику, потому что классика помогает развивать речь, и в дальнейшем она помогает в сдаче ЕГЭ. Мой любимый автор, наверное, Александр Сергеевич Пушкин, так как он считается великим поэтом в России. Ну, его... У меня много любимых его стихотворений, но, наверное, самое любимое – это к письму. Таким образом, чтение и по сей день не утратило своей актуальности. И чтобы идти в ногу со временем, школьные библиотеки постепенно уходят от привычного понимания специального места, где только берут или возвращают книги. Здесь дети общаются, готовят уроки, знакомятся с творчеством писателей. Жизнь и здоровье детей – самое главное для каждого родителя. Одной из опасностей для ребёнка являются дороги и машины. Для своей же безопасности каждый ребёнок должен изучать правила дорожного движения, а взрослые должны в этом содействовать. Так, сегодня в школе номер три прошла акция по изучению правил дорожного движения. Подробнее в нашем следующем материале. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 26 октября в школе номер три состоялась акция под названием «Месячник дорожной безопасности детей». В актовом зале собрались учащиеся и учителя третьей школы. Гостью мероприятия стал старший лейтенант полиции Максим Боков. По существу он является и организатором акции вместе с преподавателями школы. Основной целью данного мероприятия является, конечно же, закрепление правил дорожного движения. Здесь мы акцентируем на том, чтобы дети переходили дорогу в установленном месте, не нарушали правила дорожного движения. Также хотели обращаться к родителям, чтобы следили за своими детьми, чтобы не отпускали их одних на большую дорогу. Также обращаясь к водителям, чтобы соблюдали скоростной режим, пристегивали своих несовершеннолетних детей. Согласно правилам дорожного движения, перевозка детей до 12 лет осуществляется только в специально удерживающем устройстве, либо в ином приспособлении. Школьникам Максим Геннадьевич выручил памятки и наклейки с правилами дорожного движения, после чего ответил на интересующие вопросы детей. Дети развиваются, интернет, мне кажется, далее дети видят, что на дороге творится. Также я сам был в детстве любознателем, так что по мере возможности отвечаем детям на вопросы на их языке, то есть, чтобы им было понятно. По словам школьников, подобные мероприятия необходимы. Сегодня они закрепили правила и узнали для себя много нового. Для меня это все было знакомо. Некоторым не научилось, как ходить по дороге, когда нет тротуаров, как опасны автобусы в гололёде и многие другие машины зимой. Я узнала, что еще можно и родители контролировать, то, что еще взрослые тоже могут нарушать право дорожного движения при переходе дороги. То есть, это ты теперь своему родителю будешь подсказывать? Да. На этом акции по правилам дорожного движения не закончены. В дальнейшем планируются подобные мероприятия и в других общеобразовательных учреждениях. Данная акция проходила в целях повышения навыков у детей по правилам дорожного движения. Также на территории республики проходят мероприятия профилактические. Это «Внимание, дети!» с 24 октября по 11 ноября. Также на территории республики проходят мероприятия, это акция «Пешеход». В концертном зале ФРНЦНТ «Дуслык» прошли экспертные прослушивания в рамках второго Всероссийского детского фестиваля «Волшебство звука». Также для участников и гостей мероприятия члены жюри организовали и концерт, и мастер-класс. Фестиваль «Волшебство звука» проводится второй год подряд. Но на территории нашей республики впервые. Члены жюри, именитые музыканты, покорившие мировые сцены, посетят более 150 городов и населенных пунктов России, чтобы прослушать ребят в возрасте от 7 до 17 лет. Председателем жюри на конкурсе был назначен российский музыкант-клорнетист и заслуженный артист Республики Башкортостан Артур Назиолин. Я хочу пожелать всем вам вдохновения, я имею в виду наших исполнителей вдохновения. Я хочу вам, как артист, пожелать внутреннего спокойствия, чтобы вы чувствовали себя уверенно и достойно несли имя своей профессии и представляли достойно свой замечательный город Кумертал. Конкурсанты соревновались в нескольких номинациях. Духовые инструменты, фортепиано, народные инструменты, вокал и инструментальный ансамбль. 17 учащихся и 3 инструментальных ансамбля из музыкальных школ Кумертал и района приняли участие в прослушивании. Наши ребята сумели показать достойный уровень исполнения не только классических произведений, но и современных композиций. Ученики Кумертаусской музыкальной школы нередко принимают участие в различных городских и республиканских конкурсах, занимая призовые места. На конкурсе в рамках фестиваля «Волшебство звука» своим выступлением порадовали инструментальные ансамбли гитаристов, флейтистов, скрипачей и пианистов. С детства было, то есть в садике, когда был какой-нибудь, то сразу охота была, чтобы была игра на пианино, то есть сразу охота была нажать на эти клавиши, попробовать, и меня мама записала. Музыка дает духовную нравственность, это зависит от какой мелодии ты играешь и как ты играешь. Надо вложить эмоции по игре фортепиано. Притом у нас должно быть мягкое вступление по сонате. Мы его несколько раз и проучивали, и играли, и заучивали. Организаторы конкурса своей задачей видели поиск талантливых ребят не только в крупных мегаполисах, но и в малых городах страны, так как не каждый ребенок имеет возможность приехать в столицу своего региона и прослушаться у знаменитых музыкантов. Данила Габасов, ставший участником конкурса, занимается вокалом 6 лет. Несмотря на все музыкальные достижения, талантливое дарование мечтает об ином будущем. Я стипендиат главы республики, стипендиат главы администрации, ну и в школе тоже хорошо учусь. Если честно, даже с музыкой и будущую профессию не хочу связать, а хочу быть летчиком будущего. Жюри конкурса отметила, что несмотря на волнение и немалую ответственность, конкурсанты сумели показать достойный уровень исполнения. Страшно, если сосредоточиться на одном, то, что если будет первое место, то мне и так страшно. А есть какая-то мечта? Есть мечта стать певицей. Ну, чтоб весь мир знал. Был легкий манраж, конечно же, перед выступлением, но потом, не знаю, как-то ушла, что ли, в песню. Будет с вами вступление очень доволен? Наверное, все-таки, да, больше доволен. Были, конечно, какие-то недостатки, но их можно же, конечно, устранить потом, в дальнейшем. По мнению руководителей юных музыкантов, основная цель преподавателя – сделать детство ребенка более красочным, наполненным, чтобы хороших воспоминаний о годах учебы у детей было достаточно. Несмотря на общее мнение о том, что победа не главная, на конкурсе учителя переживали за выступление воспитанников больше, чем они сами. Я довольна выступлением своих учащихся, больше я недовольна с собой, потому что уже второй год отдуваясь за нашего концертмейстера, который находится в декретном отпуске, поэтому приходится и быть преподавателем по вокалу, и приезжать еще и компонировать. Если бы я стояла за кулисами, только переживала, наверное, было бы как-то полегче, а тут еще ответственность, чтобы не подвести ребенка. В завершении прослушивания состоялась церемония награждения всех конкурсантов дипломами участника фестиваля. Организаторы поблагодарили представителей отдела культуры и всех, кто принимал участие в мероприятии. А после члены жюри, именитые музыканты, приготовили сюрприз для юных дарований и гостей конкурса – инструментальный концерт. Артур Назиолин, председатель жюри, отметил важность и необходимость проведения подобных конкурсов, как стимулы для развития творческих личностей среди молодого поколения. Я не ожидал такого уровня. Очень-очень талантливые и перспективные номера мы услышали сегодня. Я думаю, что Кумертау займет крепкую позицию в нашей ленте лауреатов. Поэтому посмотрим, что будет в других городах, конечно, Кумертау. Третий город нашего тура, еще есть восемь городов, поэтому работа предстоит большая. Но я думаю, что все будет хорошо, потому что город тоже дорог мне, и мой дедушка из этого города. 3 ноября будут определены победители прослушивания. Лауреаты конкурса станут стипендиатами благотворительного фонда Спивакова, а в дальнейшем смогут принять участие в музыкальных проектах фонда и концертах, которые пройдут в Московском международном доме музыки. В Кумертау продолжаются соревнования по баскетболу на Кубок города под названием Кэсбаскет. Напомню, в чемпионате принимают участие школы города. Там подробнее со второго дня соревнований расскажет мой коллега Константин Меркушев. Во второй день соревнований состоялось восемь игр. По-прежнему игры проходят в спортивных залах школы номер один и первой гимназии. В первой школе развернулась настоящая битва. Среди девушек запомнилась игра между командами БРГИ и школой номер один. Отрадно было наблюдать, что молодые девчонки отлично владеют мячом, играют сплоченной и дружной командой. До конца встречи непонятно было, кто одержит победу. Несмотря на женственность, спортсменки обеих школ проявили настоящую спортивную и агрессивную борьбу. Чтобы выигрывать, надо играть жестко, против правил. У соперниц, что вы отбираете? Какие сильные стороны были? Сильные стороны у них отлично получали штрафные броски. Защита хорошая работа. В процессе игр самые эмоциональные люди на площадке – это тренеры. В спорте все по-взрослому. Поэтому и отношение к молодым участницам, как к взрослым спортсменкам. В тяжелейшем поединке команда БРГ одержала выливую победу. Команда Башкирской гимназии набирает первые очки. После чего на площадку вышли юноши этих же школ. И здесь победа досталась уже первой школе. Они выиграли у соперника за счетом 39-31. Второй день соревнований школьной баскетбольной лиги Кэс Баскет был особенно сложным для команд. Но спортсмены с достоинством выдержали испытания и победители получили заслуженные победы. Цена победы для всех команд – это постоянные тренировки, работа тренера и, конечно же, дружный коллектив. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. И до встречи на телеканале «Арис». «Арис». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова